Книга, которую в этот раз читали вслух, была написана в нашем городе и выбрала в себя воспоминания и заметки людей, переживших ужасы Великой Отечественной войны. Восьмиклассники по очереди перелистывали страницы книги «Опалённые войной». Первую часть этого сборника «Опалённые бедой» читали ещё в прошлом году. Читали ребята тогда учащихся седьмых классов. Они подросли на год. И сейчас часть из этих ребят, которые были в прошлом году и читали фрагменты первой книги, снова в зале Дворца детского творчества. Это сделано осознанно, для того, чтобы такой мостик перебросить, и чтобы они увидели продолжение истории героев каких-то. Может быть, новые истории для себя открыли, новых героев. На встречу пришли и те, кто книгу создавал. Активист общественной организации «Дети войны». Для них, переживших в детстве ужасы войны, голода и потерь, очень важно, чтобы память о тех днях не стиралась из памяти потомков. Дети читают, дети это серьёзно воспринимают, со слезами на глазах. И я обращаюсь к детям, чтобы они интересовались у своих родственников, прабабушках и прадедушках, о их военном детстве, чтобы они их тоже записывали и присылали к нам в организацию, чтобы они вошли и в третью книгу. Лилиана Юрьева, ученица школы номер 7, читает вслух книгу, созданную по воспоминаниям детей, переживших войну, уже второй раз. По её мнению, книги, хоть и объединены единой тематикой, всё равно различаются по наполнению и у каждой свой неповторимый характер. Эти книги, они завораживают, но в то же время они как-то пугают с той поры, что в них описываются очень ужасающие события. События войны, которые, конечно, украшены каким-то грустным настроением. По заверениям активистов организации «Дети войны» скоро будет выпущена третья часть этого сборника воспоминаний. А значит, ребята-девятиклассники прочтут вслух ещё немало рассказов и очерков военных лет, написанных теме, кто эту страшную войну видел своими глазами. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.